Результаты исследований очень интересного, но пока для вас вот эти цифры, наверное, велики от практики. Перевожу на русский язык. Не забывайте о витамине Д. Не ищите способов поиска новых каких-то иммундуляторов. Начните с самого простого. Питание, режим дня. Вспомните о витамине Д. Вот эти исследования, если упростить, то обязательно. Ежедневный прием профилактической дозы. А если вы сомневаетесь, что ребенок полноценно питается, убедите родителей, что нужно обследоваться. И в зависимости от степени дефицита витамина Д подбирайте тогда уже дозу. Не дефицитно, не в профилактической дефицитно. Ну и почему я такой мостик перебрасываю? Потому что минут пять вам тоже будет сложно. Пока. Потому что я тоже начну, казалось бы, с азов. Опять эти патогенезы, опять эти этиологии для вас. Все это очень неинтересно. Но без этого никуда. О чем пойдет речь? Вот посмотрите, пожалуйста, на эту картину. Это вирусы гриппа, которые относятся к РНК-содержащим орто-миксовирусам. Начал грузить. Почему орто, почему миксов? Да очень просто. Потому что вы видите, что те вирусы, вот они здесь представлены, которые не находятся в клетках слизистой, не только в виде вот здесь, как гранулы, но и в виде каких-то прямых субстанций. От греческого ортос, от тропность к чему? К слизистой. Отсюда миксовирус. Орто-миксовирус. Так вот, эти вирусы, если теперь мы схематически их представим, для того, чтобы они были бы тропны к определенным клеткам, клеткам эпителия респираторного тракта, должны подобрать ключик, как в клетки проникнуть. И этими ключиками для этих вирусов, о которых сейчас идет речь, является один из поверхностных антигенов. Гемаглютенина. Мы сегодня об этом много будем еще говорить. Но по началу только теория. Потом она превратится в практику, и вы начнете, ну, чуть осмысливать это все, не только обсуждать, но и применять на практике. Так вот, именно эти гемаглютенины являются теми мостиками, которые позволят вирусу оказаться внутри эпителиальной клетки. Но только той клетке, которая спится эффечно по своим рецепторам для этого гемаглютенина. А это не что иное, как эпителиальные клетки респираторного тракта. Не другой эпители, а именно этот. Есть еще один поверхностный антиген нейроминидаза. Вот эти антигены, они нужны вирусу не для того, чтобы проникать в клетку, а для того, чтобы на этапе, когда дочерний берион уже создан, забрать частичку оболочки клетки, инфицированной, которая будет погибать, для того, чтобы покрыть себя. Следовательно, два поверхностных антигена очень важны для проникновения и для диссеминации, для дальнейшего распространения в эпителиальном слое респираторного тракта. И вот если мы с вами теперь хотим понять, как предупреждать это, то нужно понять, что оказывается гемаглютенины, те самые ключики к замочкам под названием эпителиальная клетка респираторного тракта, обладают, обратите внимание, видоспецифичностью. Оказывается, гемаглютенины вируса, допустим, птицы, не дождественны рецептору эпителия респираторного тракта человека. И поэтому напрямую заразиться от больной птицы человек не может. Ну, это я сильно, конечно, так громко говорю. Бывают ситуации, когда возможна передача инфекции, но тем не менее это необязательный, не основной птиц. Должны быть еще масса других условий соблюдены. Но напрямую нельзя. Именно видоспецифичность. Это очень важно, очень важно. Таким образом, именно видоспецифичность гемаглютенина определит, какие вирусы будут инфицировать эпители каких видов, то ли птицы, то ли эндикопитающие. Среди них, среди эндикопитающих, в том числе и человек. И вот если теперь мы с вами эту тему закрываем, то нужно понять, что есть вирусы грибов птиц. Есть вирусы гриба, млекопитающие, ну, говорим о животных, и вирусы гриба человека. А для чего нам это знать необходимо? Это для того, чтобы мы помним, что в отличие от каких-то других возбудителей, которые являются, ну, допустим, антропонозами, вот в чистом виде, цитомигаловирусом. Это антропоноз. Только от носителя, либо от больного этим вирусом, но человека. То есть здесь, возможно, совсем другая ситуация. Ситуация это определяется всем, что все время есть природный резервуар. Оказывается, грибозная инфекция, это банальная инфекция для птиц. И не только для диких, и не только для водоплавающих. И в принципе, оказывается, птицы очень часто болеют гриппом. И именно это создает возможность постоянно поддержать, поддержки постоянной эпид-обстановки. Почему? А потому что тогда вирусы гриппа птиц, оказывается, каким-то образом преодолевают виноспецифический барьер. И они начинают быть патогенными, бирулентными, и для млекопитающих, в том числе, человек. Каким же образом это происходит? Я из-за дефицита времени озвучу только классическую версию. Хотя есть не менее интересная альтернативная. Но об этом как-нибудь в другой раз. Классическая версия свидетельствует о том, что в начале вируса гриппа птиц в силе сложившихся условий могут инфицировать некоторые животные. Ну вот, чаще всего мы сейчас с вами говорим, свиной грипп. Вирус гриппа свиньи. Оказывается, вирусы гриппа птиц могут преодолеть этот виноспецифический барьер и инфицировать эпидели респираторного тракта, ну допустим, свиньи. В результате обмена, если вдруг в этот момент эта же свинь инфицировалась вирусом гриппа свиньи еще, в результате обмена антигенами может возникнуть новый возбудитель, реассортам, который может стать тропом вируса к эпиделию человека. Вот, собственно, так эта классическая теория возникает, все время поддерживаются и возникают новые варианты вирусов гриппа человека. Напрямую инфицирование только в крайне редких случаях, там должны быть специальные условия для этого. Ну, наверное, помните лет, ну сколько уже, 10, если не больше, вирус гриппа птиц, H5, помните? Н1, там потом H7 и так далее. Но для этого нужны особые условия. А вот ежегодные варианты появления новых возможностей в антигенном отношении вируса гриппа человека как раз проходят такой путь. Следующий теоретический вопрос, без которых никак нельзя. Что здесь представлено? Кто поближе сидит, тот увидит. Но, к сожалению, цветовая гамма не очень хорошо видна. Чёрный цвет – это уровень заболеваемости гриппа. Красный цвет – это удельный вес пневмонии в общей структуре летальных исходов, всех летальных исходов человека. Следующий очень важный момент. Если мы с вами посмотрим на этот график, то чёрного цвета, ну я вам просто рассказываю, что там должно быть, какого цвета там должно быть изображено, вот плавная такая синусоида, это сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями. Верхний уровень, верхняя синусоида – это заболеваемость, выше которой считается, что пройден эпидемический порог заболеваемости. Эпид-порог. То есть тогда, когда распространение инфекции происходит не только быстро, но и в очень многих коллективах, в очень многих городах. Но не достигает сразу всемирной заболеваемости, охвата всего мира. В чём отличие от пандемии. А теперь обратите внимание на вот эти колеблющиеся, вот эти колеблющиеся здесь графические изображения. Это как раз удельный вес литальных исходов пневмонии в общей структуре литальности. Если уровень заболеваемости невысокий, то в среднем это примерно от 6 до 6,5% приходится на литальные случаи от пневмонии. Как только преодолевается эпидемический порог, обратите внимание, сразу же возрастает удельный вес литальных исходов от пневмонии. Примерно в два раза. Достигает до 12%. Вот теперь вам будет более понятно в динамике это же выражение на протяжении, ну допустим, последних 5 лет. 14, 15, 16, 17, 18 годы. Для нас с вами страны северного полушария. Весна, лето, начало, осень, и вот они, сезонный уровень заболеваемости. Как только преодолевается эпидемический порог, ежегодно дополнительно называется избыточная летальность. В этой ситуации избыточная летальность пневмонии. Потому что основным осложнением является пневмония. И умирают, увы, не только старики, не только иммунодефицит, но и умирают и дети. Пандемия 9-го года. 369 метров исходов только в Соединенных Штатах Америки. Только доказаны верифицированных героноскологическими методами смертей от гриппа у детей. Пандемия закончена. Активность эпидпроцесса невысокая. И тем не менее, каждый год больше-меньше дети погибают от гриппа. Следующий этап. Опять давайте посмотрим теперь варианты вот те же 4-5 последних лет. Чем выше в целом эпидактивность, тем больше детей погибает. В прошлом году в Соединенных Штатах Америки уровень активности эпидпроцесса по гриппу был ну, средний, невысокий. Нельзя сказать, что он был очень высокий. Но тем не менее, 185 смертей. На сегодняшний день уже два случая летальных исходов в Средневенном Штатах Америки с начала, с середины октября отмечены. Пока еще сезонный уровень заболеваемости. Заболеваемость пока на очень низком уровне. Почему я это вспоминаю? Потому что у нас пока еще есть возможность предупредить развитие. Обратите внимание теперь. не только заболевания, поскольку в вакцины входят гемоглютинин, но и тяжелых форм заболевания. Почему? Потому что в вакцины входят нейроминедазы. Гемоглютинин способствует вирусу проникнуть в клетку, а нейроминедаза распространится в организм. Инфицировать другие клетки. Ночерниевирионы выходят в клетку. Вот теперь чуть подробнее о том, как современные вакцины отражают достижения науки. Мы с вами обращаем внимание опять-таки на два поверхностных антигена. Гемоглютинина и нейроминедаза. Именно о ней дальше пойдет речь. В целом у вирусов гриппа птиц, у вирусов животных и у вирусов человека всего имеется 16 вариантов гемоглютинина и 9 вариантов нейроминедаза. У вируса гриппа человека только у вируса гриппа человека намного меньше. Всего 3 варианта гемоглютинина и 2 варианта нейроминедаза. В основном сейчас сфокусируйте свое внимание на гемоглютинина. Посмотрите, 16 всего и из них только 3 для вируса гриппа человека. Именно в этом отличие, что мы не можем напрямую просто взять и западить сразу при контакте, при обычном контакте, не длительном, не тесном контакте с больной птицей гриппозной инфекцией. Другие у нас рецепторы, их гемоглютинина не подходят к рецепторам наших эпитерноцитов. Нас это спасает. Вирусы гриппа человека относятся к подгруппам вируса гриппа А и вируса гриппа В. И они могут быть протогены, верумен для человека. Есть еще вирус гриппа С, но не дает эпидемической мы о нем сегодня не будем говорить. Так вот, в зависимости от набора тех либо иных гемоглютинина в нейроминидаз выделяют уже подтипы у вируса гриппа А. Если комбинация гемоглютинина первого типа нейроминидаз и первого типа, вот, пожалуйста, вирус гриппа А подтип АХАТ Н1 и так далее, и так далее, и так далее. Весь этот набор позволяет нам говорить, что в зависимости от тех либо иных вариантов представленных антигеном на поверхности человек может заболеть разным из по типам вируса гриппа А. Помимо этого, вирусы гриппа В также вероятны и патогены для вируса гриппа человека типа В, для этого представителя накопитающего. и последние годы доказано, что имеет место одновременная циркуляция вирусов ВИПО В Ямагадской линии и Викторианской линии, разными в антигенном отношении возбудителя. А вот теперь посмотрите выделенные обалами варианты. Дело в том, что теоретически человек, ранее не встречавшийся с этими возбудителями либо не вакцинированный, может за один сезон, поскольку все они циркулируют одновременно, заболеть четыре раза гриппозной инфекцией. Перекрестного иммунитета нет даже между иммунитетом к вирусу гриппа H1N1 и вирусом гриппа H3N2. Тем более к вирусу гриппа В. Другая антигенная структура. А следовательно антитела вырабатываются конкретным антигеном. Каким образом оказывается что практически ежегодно вирусы ускользают из-под иммунологического контроля надзора? А очень просто, им хочется выжить. А единственный способ это накопление мутаций, появление новых разновидностей. Если в прошлом сезоне подавляющее большинство людей переборили либо провакцинированы, коллективный иммунитет приведет к тому, что в конце концов циркуляция вируса будет невозможна. не будет мишени, где можно было бы дать потомство. В этой ситуации одним из способов выживания для вирусов гриппа является антигеном гриппе. Точная мутация, вот структура очень похожа, но всего несколько последовательствий аминокислот изменилось, и это даст возможность найти нишу для своего дальнейшего обитания и размножения. и каждый год, практически каждый год подъемы заболеваемости как раз и связаны с имеющимся антигенным грифом. Для примера, посмотрите, пожалуйста, та же схематичная структура вируса гриппа, но уже в виде пространственной молекулы гемоглютинина здесь представлен. У этого гемоглютинина имеются активные центры, эпитопы, те самые последовательности аминокислот, которые будут фиксироваться к рецепторам эпитерия. Но если в предшествующий период человек был вакцинирован либо перебывал представителем этой инфекции, у которого вот такой был гемоглютинин, то к эпитопам выработаны к активным центрам выработаны антитела. Эти антитела нейтрализуют и просто напросто возможность этот ключик сунуть в замочек нет. Замочек кто-то взял и жвачкой залепил уже. Иммунитет взял, проживал, переработал, выработал антитела и рецепторы своей не даст в обиду. Почему? Потому что как только вирус этот проникнет, антитела набросятся сразу же на структуры, которые могли быть взаимодействовать с рецепторами эпитолиоции. Но так как каждый год вирусы пытаются выжить, в результате мутации на следующий год появляется аналогичный вирус гриппа, обратите внимание, и только две последовательности аминокислоты изменены. Всего две последовательности. Остальные активные центры остались теми же и антитела выработанные ранее блокируют, нейтрализуют. А в этом месте антитела подошли, они говорят извините, все билеты проданы, вы не сможете взаимодействовать. потому что структура изменилась, последовательность аминокислоты немножко другая. И если для нас с вами, для большинства взрослых людей, для детей, которые здоровы, это не проблема, мы на ногах это перенесем, либо ну там 3-5 дней немножко себя будем чувствовать, неважно, то для маленьких пациентов, для тех, кто иммунологически фактически еще не зрел, для иммунодефицитных пациентов. И для всех, у кого имеются серьезные нарушения состояния здоровья, это проблема. Даже эта минимальная мутация вируса может привести к неприятному исходу. Пример, этот вирус H3N2 с этой дрейф-мутацией, обратите внимание, привел к избыточному лентальному исходу в Соединенных Штатах Америки уставить 10-2 детей. И в основном это дети, дошкольники, если брать от всего состава этих детей, то больше 80% это дети первых полутора лет. Вопрос. Казалось бы, всего две последовательности, а дальше, посмотрите, уровень летальности практически за десятками, все, минимальный, а потом подъем уже будет только в пожилом возрасте, в глубоком пожилом возрасте, старше 80. Поэтому, доктора, вопрос о том, вакцинировать детей или не вакцинировать, обязательно, особенно если они идут впервые в организованный коллектив. Если маленький ребенок туда поступает, его обязательно надо вакцинировать. Он пока еще не готов, у него нет иммунологического опыта, да еще и он незрелый, и предупредить его по-другому очень трудно. Теперь в отношении антигенного шифта. Почувствуйте разницу. Немножко другая ситуация. Если дрейф это минимальная, по сути, точечная мутация, то здесь ничто иное, как изменение всего антигенного спектра. Именно это является причиной для пандемического подъема заболеваемости. Ну, хорошо известен 2009 года вариант пандемии гриппа, вирус гриппа Калифорния 07-09, либо вы его любите называть свиной грипп, этот возбудитель. На самом деле, доктора, обратите внимание, что антигены, которые представлены в этом вирусе, это специальная цифровая гамма, так, чтобы было понятно, откуда, какие антигены, какие храняты, какие белки он набрался, то это только конечная точка, а основа основ все равно вирусы гриппа ПИТ. Кстати, интересно, что в том числе вирус гриппа человека, который стал причиной для реассортации с вирусом гриппа свиньи, это примерно 30-летний эпизод 68-го по 98-й год, дал возможность появлению нового антигена, варианту PB1 антигена. И еще здесь очень важный и интересный момент, на который я тоже хочу обратить внимание, и, наверное, вы это уже слышали, знаете, за 17-й год, испанка. Кстати, вопрос, почему испанка? Погибали ведь везде, умирали везде испанка. Почему не россиянка, почему не американка, китаянка, африканка? Есть вопросы? Я отвечу на этот вопрос, который сам себе поставил. Хорошо, когда раяют в кустах, ты знаешь, деньги пустые, потому что Испания единственная страна на тот момент, на территории цивилизованного мира, которая не участвовала в мировой войне, а следовательно, вопросы, обсуждаемые в прессе, были не пропагандистского качества, мы русские, за нас, мы немцы, за нас, за родину, за Сталина, а освещающие, что происходит в стране, а высокий уровень летальности, от какой-то ранее непонятной инфекции, поскольку только они в этом писали, стали говорить, что это Испания, что это инфекция в Испании. Все очень просто. Что говорит профессор Преображенский, помните? Вот к этому разговору. Итак, учитывая, что практически ежегодно, практически ежегодно, возбудители пытаются обмануть человеческую популяцию за счет дрейф, мутация. Нам приходится все время догонять, именно поэтому нам приходится обновлять практически ежегодно ворцин. А для того, чтобы их можно было адекватно обновлять, необходимо на протяжении всего эпидсезона проводить герусологический мониторинг. Вы не говорите мне, что в период подъема заболеваемости графский период отказывается брать пол. я этого не слышал, вы этого не говорили. Тот, кто отвечает за выполнение приказа департамента понял, о чем я сейчас выгодно. Как это все должно происходить? Страны северного полушария, подъем заболеваемости, если вдруг регистрируется клинически гриппозная инфекция и проводится вирусологическое обследование и при этом лаборатория выделяет вирус, который в антигенном отношении отличается от эталонного для этого года, обязательно передается этот вирус, обратите внимание, в национальный референс-центр. Вот для, поскольку мы с вами говорим о Москве сейчас, для Москвы это институт вирусологии. Если вирусы подозрительны на то, что они новые, их обязательно отправят туда. Если в референс-центре это подтверждается, то этот вирус передается в международный референс-центр. И со всех стран это все стекается по Всемирной организации здравоохранения, для того, чтобы эпидемиологи, математики просчитали, действительно ли во всех регионах, во всех территориях Северного полушария этот возбудитель начал циркулировать и приводит к подъему заболеваемости. Если это да, ответ положительный, то тогда следующий просчет идет, насколько вероятно, что в следующем году он будет активен. В случае подтверждения этих предположений, но это должно быть не позже апреля месяца, Всемирная организация здравоохранения дает заключение. вероятность циркуляции этого нового возбудителя определяет необходимость включения его в вакцин. Так, чтобы на протяжении последующих 3-6 месяцев производители успели до сентября месяца наработать необходимое количество этой вакцины. И если прогноз совпадает, и мы успеваем вакцинировать большую часть грублизко, то мы вправе ожидать низкий уровень заболеваемости. Кстати, просто из-за дефицита времени я не стал эти публики показывать, бывают сезоны 3-4 сезона подряд, когда вакцины не меняются, потому что прогноз совпадает, а дрейф-мутации не становятся преобладающими, не приводят к широкому и высокому уровню заболеваемости. Поскольку в последние годы одновременно циркулирует сразу несколько возбудителей, обратите внимание, то в последние годы, кроме традиционных 3-х валентных вакцин, которые включали вирусы гриппа А, 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 Среди всех вакцин есть как аттенуированные, так и инактивированные. Лет 15, как мы с вами используем только инактивированные в практике вакцинации детей. Живая вакцина тоже есть, кстати, живая вакцина не должна быть забыта, она намного дешевле, ее очень в хроническом таком вот порядке можно быстро воспроизвести и в случае пандемии, кстати, первая вакцина против пандемического штамма в Соединенных Штатах Америки была живая, несмотря на то, что до этого очень сильно критиковали постсоветские государства и Китай, что до сих пор производство живых вакцин остается, намного дешевле, да, иммуновакцина в пандемии, почему они пошли вначале на живую вакцину, дешево, поскольку всего один штамм и быстро можно это все сделать. Инактивированные вакцины, чем они отличаются? Цельномиллионные. В вакцинном препарате представлены все антигены вируса гриппа, но вирус грипп инактивирован. Поскольку там есть не только поверхностные антигены, но и структуры с реактогенностью, допустим, липидные структуры, то помимо высокой иммуногенности цельномиллионные вакцины характеризуются очень высокой реактогенностью. Именно поэтому в педиатрии их разрешено применять только старше 7 лет и только интраназальные. Мы их с вами вот уже лет 15 как не применяем. В основном применяем расщепленные и субъединичные. Чем они отличаются? С плитвы цельномиллионные помимо поверхностных антигенов гемогликинин и нераминидазы содержат еще внутренние белки, которые потенцируют иммуногенность. За счет того, что исключены реактогенные липиды, реактогенность намного ниже по сравнению с цельномиллионными, а иммуногенность приближается к цельномиллионной. Сохранить такую же усилию иммунного ответа как и у цельномиллионной вакцины, но снизить реактогенность. По этому пути пошли и создатели субъединичных, которые дают только поверхностные антигены, только поверхностные антигены. И так же, как спритвакцины характеризуется высокой иммуногенностью и низкой реактогенностью. Это общие, это канва. А вот теперь то, чем вы на практике каждый год пользуетесь. Среди субъединичных есть два варианта. Стандартные вакцины, где только гемоглютинин и нейроминдазы. И вакцины с адюваном. Что такое адюван? Усилитель. Какое-то вещество, которое будет усиливать иммуногенность антигены. Для чего это сделано? Это сделано для того, уменьшить аллергические ответы, побочный эффект. Уменьшить нагрузку антигенов, но сохранить их иммуногенность. Очень сложная задача. Итак, на сегодняшний день среди расщепленных мы имеем целый перечень в качестве такого эталонного варианта. Это вакцина Вакси Грин. Среди субъединичных стандартных это инфлюак. Кстати, очень интересно немножко технологическом отношении вакцина Агрипал, там немножко другая технология, и целая серия вакцин садювантом. Хорошо вам известна линейка Агрипалов, целая линейка Агрипалов, но там присутствует такой адюван как полиоксидон. И другой адюван, целедон, вакцина суверий. Особенности технологии, но по составу штаммов все вакцины одинаковы. Поэтому когда начинаются разговоры о том, что эта вакцина, которую мы в этом году используем, хуже, чем та, потому что там актуальные штаммы, а здесь неактуальные, это неправильный разговор. Все вакцины по составу одинаковы. Во всех вакцинах присутствуют те штаммы вируса гриппа, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. И вот для нынешнего сезона обратите внимание, поскольку была однородная картина, уже в марте Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации производителя. Для трехвалентных вакцин поменять состав по H3N2, дрейфмутация, и вместо ямагацкого возбудителя вируса гриппа поставить вакцинах для трехвалентных. Для четырехвалентных оставить вирус ямагацкий, вы видите его, но добавить другой штамм вакцинах. В России с этого года появилась в том числе четырехвалентная вакцина, но она пока разрешена только для взрослых людей. Сейчас идет, продолжается клиническое исследование регистрационное для вакцинации детей старше семи лет. Если все сложится, то со следующего года школьников мы сможем с вами вакцинировать уже и четырехвалентные вакцины, что примерно, опять-таки математика, это все прогнозы, примерно на 25% должно создать большую умную прослойность, поскольку будут представлены два в антигенном отношении разных штаммов вируса гриппа. Ну и много можно говорить, я только один пример этот привожу постоянно. мы очень долго и много с моим учительом Алексеем Игорь Коровин и с руководителем отдела эпидемиологии и теологии гриппа института герсологии отрабатывали возможность вакцинации детей в организованных коллективах детей из групп риска с разными серьезными заболеваниями. Вот один только средств. Посмотрите, коллективы, где вакцинация проводится с хорошим охватом более 80%, намного реже и легче болеют не только привитые, вот они, но и те, кто не привил. Здесь вакцинация более 80%. Мы позволяем предупредить развитие заболеваний не только у вакцинированных, но и уникли того из этого коллектива, если подавляющее большинство детей из этого коллектива иммунизируют. Почему? Циркуляция возбудительно уменьшается, если иммунная прослойка высокая. А вот теперь посмотрите, коллективы, где вакцинация проводилась, но не превышала 20%. Суммарно не заболели только те, кто легко заболели, кто был привит. Но суммарно уровень заболеваемости был намного, посмотрите, выше, почти в 5 раз, даже с непривитыми из коллективов, где уровень вакцинации был рекомендован. вакцинации Почему я сегодня начал разговор с теоретических обсуждений? Потому что, доктора, мы должны понимать, что попытка предупредить инфекцию с помощью вакцинации, той инфекции, которая все время меняется, имеет очень много тонких мест. И одно из этих мест успеет спровакцинировать. на сегодняшний день, на 22 ноября, эпид-обстановка позволяет нам допривить тех, кого мы еще не вакцинировали. Подавляющее большинство территорий России, обратите внимание, уровень заболеваемости и сперматологии ниже расчетных порогов. Это данные на 20 ноября. Некоторые территории еще не прислали в федеральный центр отчетность за прошлую неделю. Зато мы знаем, что делается по Москве. Во всех возрастных группах уровнем ниже расчетных. И самое главное, посмотрите, насколько суммарно на четверть ниже, чем обычно к этому периоду других лет. Выбор. У нас есть еще резерв, совсем немножко, но мы можем допривить тех, кто в силу ряда причин не был вакцинирован. И надо спешить, потому что дети ранее не вакцинированные должны получить 2-3 грифки. А следовательно, если мы сейчас делаем, то следующую вакцинацию мы можем проводить 20-го числа декабря. Как правило, к этому моменту живой заболеваемости может подлиться. Надо спешить. Ну и последний штрих. Уже не о гриппе. Обратите внимание, сегодня Ирина Николаевна говорила уже об этом. Респираторный специальный вирус. Особенностью эпид-обстановки последних лет является то, что на протяжении всего года он конкурирует за неправильное бельество среди разбудителей негрепозной инфекции. Это очень важно для оброжденных детей, для недоношенных детей, для детей с бронхолегочной дисплазией, для детей с тяжелыми пороками сердца первых лет жизни. Именно у них РС-вирус будет вызывать тяжелые бронхиалии. И поэтому эти дети должны получить пассивную иммунизацию специальных репаратов по ленизумам. В отделениях катамнеза московский бюджет позволяет это и в этом году делать. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, пять месяцев должна проводиться иммунизация. Максимальный эффект, если иммунизация проводится ежемесячно, 2-3 инъекции не снизит заболеваемость. Обратите, пожалуйста, на этот вид. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Я частично ответил, но два слова. Грипп иллюстрируется, но эпизодически. То есть, уже начали выделять вирусы гриппа. В основном, в основном, это вирус гриппа H1N1, намного реже вирусы гриппа из тех сведений, которые я могу обласить, эти вирусы соответствуют прогнозируемым, те, которые находятся в составе ВАЦ. Но это пока единичный случай. Спасибо. Спасибо.